Здравствуйте, уважаемые посетители моего журнала. Вот веду же квартаж из осеннего леса. Выбрался погулять за грибами сходить. Грибов, к сожалению, нет. Уже все, кончилось. Потому что, как было в поэме Михаила Юрьевича Пушкина, уж небо осень не дышало и ядром пролетать мешало гора кровавых тел. Собственно, за грибами я ходил не просто так, а по поводу. Я выгуливал новый экспериментальный ножик. Почему экспериментальный? Потому что, как вы уже, наверное, знаете, большинство ножей, произведенных у меня, они сделаны на заказ конкретным клиентам. Ну и изредка где-то раз в два месяца примерно делаются ножики экспериментальные, на которых обкатываются новые технологии, новые материалы и новые формы. Вот эти вот ножи поступают в свободную продажу, чаще всего на аукцион, если их, конечно, раньше никто не перехватит. Это тонкий намек. Собственно, тот нож, который я сейчас хочу вам показать, он стал отступлением от моих традиций, от моих привычек и предпочтений. Я, как вы уже, наверное, опять же заметили, я люблю пластик. Люблю синтетику, она абсолютно предсказуемая, однородная, без фокусов, без сюрпризов, долговечная и, в общем, сплошные плюсы. Однако, также я очень люблю сочетать архаику и современность. Классические материалы, которые уже там миллионы лет используются, и материалы инновационные, космические, высокотехнологичные. Вот, пожалуйста, без лишних слов сразу к делу. Значит, что это у нас за такое безобразие? Безобразие зовется, не знаю, видно вам будет или нет, мини-виндига. Виндига-виндига. Ну, можно посмотреть, у меня, по-моему, в тегах моего же есть. Это такая концепция, такая модель ножа. Хотя модели сложно назвать, они все отличаются друг от друга. Скорее, это концепция ножа с узким клинком. Конечно, я люблю широкие клинки, иначе, чем на бутерброд или икру намазывать. Но, тем не менее, в ряде случаев, конечно, нужны очень небольшие, компактные, разворотистые, острые, универсальные, удобные. Список можно продолжить. Собственно, замечательные вот такие вот маленькие ножики. Вы знаете, я не одобряю мат и ругань, за исключением тех случаев, когда это крайне необходимо, либо дружеского общения между людьми, которые друг друга знают и могут это понять и простить. Но в данном случае, простите меня ради бога, я не мог удержаться. Нож хоть и называется мини-виндига, но для себя, как только он был готов, я сразу его прозвал Апанельничек. Потому что он, ну, я не могу удержаться, он мне очень нравится. Давайте все-таки подробнее о ноже, остановимся на нем подробнее. Самое интересное, самое главное, самое важное для меня во всех случаях – это сталь. Сталь здесь Vanox 75 европейская. Нержавейка, супер нержавейка. Она в данном случае заслужила приставку супер совершенно не напрасная. Практически весь углерод здесь замещен азотом. А количество азота таково, что ZDP 189, если сравнивать азот и углерод, брать их как равные для стали, ZDP 189 просто удавится от зависти. Там порядка 4, если я правильно помню, процентов получается. Плюс очень богатый лигатура. Но фарширован он предхоземельными металлами. По самое, не балуйся. Очень хорошая железка. Примерно по рабочим свойствам, по качествам одноклассник S90V американский. Только не ржавеет вообще, абсолютно, не при каких условиях. Я проверял ее даже в хлорном железе. Ну, совершенно никаких эмоций она не испытывает. Так, идем дальше. Не менее интересная для нас рукоять. Рукоять, как я уже говорил о своем стремлении сочетать архаику и современность, сочетать, выполнена из рога буйвола, из цельного бруска. На нем я остановлюсь подробнее. Была там одна хитрость. Ну, вот как и все природные материалы, немножко неоднородная она. Вот здесь вот есть более светлая область, здесь более темная. Вот такая вот полоска. То есть это не трещина, не пугайтесь. Я не знаю, что это, но, тем не менее, надо бы у буйвола спросить, у которого это дело росло. Так, что дальше? Идем дальше. Красная вулканфибра и больстер из карбона. Вот, пожалуйста, современность, представитель современности. Классическое сочетание черно-красного цвета. Хотя, вот если посмотреть и подумать, может быть, это, конечно, наверное, и трещина. Дело в том, что хвостовик здесь идет до середины. Так, черт его знает, может быть, и расперло при сверловке, но трещина, вот если смотреть с тыльника, она не глубокая. И пролито там, скорее всего, изнутри. При вклейке хвостовика туда просочилась эпоксидка. Соответственно, никакого практического значения на самом деле это не имеет. Но вынужден я об этом сказать. Вынужден этот момент уточнить. Возможно, кому-то это будет важно. Я точно знаю, кстати, кому это будет важно. Там есть одна группа жертв фрустрации, такая на газе, которая спит и видит, которая крайне возбуждает прямо вот темы с моим участием. Уж, коль скоро я позволил себе ругаться матом, в этом видео буду последователен и дам этим товарищам в кавычках совет. Господа, хвостовик здесь идет до середины, поэтому вам остается только дрочить и плакать. Я ночью плачу и дрочу, я лишь с тобою быть хочу, я тебя заполучу, я ночью плачу и дрочу. Что можно еще сказать в завершении об этом ноже? Его размеры. Компактное и удобное такое вот изделие. Клинок, общая длина 220 и клинок с рукояткой идут примерно пополам. То есть клинок примерно 110 мм, рукоятка также примерно 110 мм. В руке сидит, вы можете сами посмотреть, каким образом. Вот баланс у него примерно под пальцевой выемки. Нейтральный, очень удобный, хороший баланс для такого ножика. Ну, я не знаю, куда угодно. Пригодится он вам и на кухню, и в лес, и по дрова. Единственное, что, конечно, деревья им валить не рекомендуется, он слишком мал для этого. Заточен. Вроде бы даже бремя. Заточил я его на угол 30-40 градусов. На струбцине ДМТ этого не поймешь, там, в общем-то, они не очень хорошо выдерживаются. Вот, заточил до 6000 гриль, до ультра-ультрафайна. Ну, сейчас можно посмотреть, как это дело происходит. Вот так вот это дело происходит. Железка довольно-таки резучая, рассекает лист. Ну, так же, как и лесбу моя, она будет резать и брить. В общем, заточки здесь все в порядке, можете мне поверить. Ножны для этого ножа не изготавливались. Почему? Потому что я считаю, что кайдекс здесь не уместен, здесь необходима кожа, а с кожей, к связи с шихьем, и с кожей у меня проблемы. Вот, поэтому, возможно, либо что-то подобрать в охотничьем магазине, похожее, потому что корма ножа универсальный, классический, я думаю, если взять самые маленькие из имеющихся ножен, допустим, от ХСН никаких проблем не будет, либо заказать у тех, кто это умеет делать. Ну, вот, в общем-то, наверное, и все. Толщина обуха, забыл сказать, простите, ради бога, толщина обуха 5 мм. Теперь точно все. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok